Традиционная линейка открылась гимном университетам. Верность традициям и в то же время следование современным тенденциям в образовании позволяет сохранять МГИМО статус ведущего вуза России и Европы. За три года работы Одинцовский филиал стал полноценным общеуниверситетским центром, в котором в этом году запущены новые программы. Два важных направления – цифровая экономика и искусственный интеллект. Это новые совершенно программы. Посмотрим, как они пойдут, но ясно уже сегодня, что очень высоковостреливанные специалисты такого рода, о чем мы каждый день видим в новостях по телевидению, о чем руководители наши говорят, президент. Да и мы сами ощущаем, что это очень важно. В Одинцовском кампусе ряды международников пополнили более 300 ребят. В этом году открытые бюджетные места в общей сложности филиале обучается почти полторы тысячи студентов. В этом году прием интересный, потому что 20% примерно – это жители Одинцовского района, порядка 40% – москвичи, остальное – жители удаленных от Москвы городов и иностранцы. Иностранцы, в том числе, из дальнего зарубежья. Мечта учиться в престижнейшем вузе страны может так и остаться мечтой, если к ее реализации не прикладывать усилия. Первокурсники полны волнительного ожидания начала поры студенчества. Я очень хочу окунуться в эту атмосферу, прочувствовать ее. Мне очень интересно увидеть всех преподавателей, побывать на первом уроке. В традиции МГИМО на первом-втором курсе всем дать шанс удержаться и затем уже развить свои способности на последующих курсах обучения. Поэтому у нас нет подхода, который бы сводился к тому, что после первого или второго семестра нужно отсеять всех тех, кто сейчас чувствуется менее уверенно. Потому что человек может медленно начинать учиться, ему могут сложнее даваться предметы или, скажем, языковая подготовка, но через год-другой, когда он войдет в режим, в котором мы привыкли работать, к четвертому курсу мы можем иметь результаты совершенно отличные от того, что мы видели на первом году обучения. Успехов на пути в получении образования студентам пожелал глава Одинцовского района Андрей Иванов. Ведь качественно новые знания, полученные сегодня, принесут свои дивиденды завтра. Хочу, чтобы вы помнили одно. Поэтому сначала несколько лет вы работаете на образование, а потом образование всю вашу жизнь работает на вас. В этом году конкурс на поступление в ВУЗ варьировался в зависимости от факультета. В среднем 20 человек на место. Спрос на образование в МГИМО неизменно высок. Ведь будущее нашей страны начинается в стенах этого престижнейшего университета, где готовят юристов, экономистов, журналистов, управленцев, специалистов в области международного права и энергетики. Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова